По программе перевооружения в Республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медпомощи идет обновление оборудования. На первом этапе закуплена техника для нужд операционного блока анестезиологов и реанимации. Что закуплено и в каком количестве, расскажет Вероника Таюрская. В 2022 году в Республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи был проведен анализ на соответствие стандартов оснащения порядков оказания медицинской помощи, который указал на необходимость модернизации медицинского оборудования. В 2023 году при поддержке главы Якутии и Министерства здравоохранения была разработана программа по обновлению техники, первая партия которой поступила весной 2024 года. На сегодняшний день база больницы пополнилась сверхтехнологичными аппаратами в количестве 38 штук на общую сумму в 243 миллиона рублей. В первую очередь у нас вошли оперзалы и анестезиологическое оборудование. То есть то, где мы непосредственно работаем, без чего мы не можем существовать. В том числе это оборудование нейрохирургического профиля. Вы видели, наверное, да, там помимо... У нас микроскоп нейрохирургический, он, по-моему, единственный такого класса на Дальнем Востоке, вот он находится у нас. Это стойка нейрохирургической визуализации, эндоскопическая стойка для нейрохирургов. По-моему, прочего, это различные эндоскопические оборудования для других отделений. Ежегодно в Республиканскую больницу номер 2 Центр экстренной медицинской помощи госпитализируется около 15 тысяч пациентов с жизнеугрожающим состоянием. Экстренно выполняется свыше 11 тысяч операций. В реанимационное отделение поступает более 5 тысяч человек. Закупленная в рамках программы переозначения оборудование позволяет проводить нейрохирургические операции за полтора часа и сокращает время восстановления. Навигационная система состоит из высокотехнологичного оборудования, которое совмещается с специализированным инструментарием, который позволяет нейрохирургу спланировать перед операцией, во время операции и интероперационно ввести именно интероперационный контроль самой операции. Так как имеется изображение МРТ-КТ трехмерное, это позволяет нейрохирургу во время операции ориентироваться в расположении глубином опухоли, так и в послеоперационном этапе объема удаления самой опухоли. Оборудование, поступившее весной, стало первым этапом программы по модернизации Республиканской больницы номер 2. Закупленная техника позволила улучшить качество медицинской помощи и сократить время проведения сложных нейрохирургических операций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова